А мы продолжим. С утра появляются новости и о боях в Белгородской области. Поначалу телеграм-каналы, связанные с силовиками, а также российские ЗТВ-инкоры, утверждали, что ВСУ пытаются прорвать границу в регионе. Так, канал «Шот» писал о 60 украинских военных и 8 бронемашинах у села Нехатиевка. Мэш увеличил группировку до 200 человек и добавил еще 300 у КПП Шебекина. О боях на границе написал и губернатор Вячеслав Гладков. Он называл ситуацию сложной, но контролируемой. Про военные каналы подхватили эту тему, но постепенно сошлись на том, что информация не подтверждается. Мелькали слова о регулярных стычках и небольшой суете. Некоторые писали, что бои идут вообще в другом месте, у Красной Яруги, почти в 80 километрах от Нехатиевки. В то же время спутники НАСА, как обратило внимание издание агентства, с 20 августа каждый день фиксируют пожары у Нехатиевки и находящейся рядом Журавлевки. Сейчас это один из методов, которыми журналисты проверяют информацию о боестолкновениях. Спросим о том, что происходит на границе у журналиста, автора телеграм-канала «Пепел» Никиты Парменова. Никита, здравствуйте. Добрый вечер. Никита, что все-таки, может быть, по вашим источникам происходит на границе, что известно точно? Точно известно, что недалеко от Нехатиевки все-таки происходили какие-то боестолкновения. Но, конечно, те цифры, которые назывались, 500 человек, 800 некоторые телеграм-каналы писали, и то количество техники, оно, конечно, не имеет ничего общего с действительностью, потому что это слишком большие объемы живой силы и техники для того, чтобы, условно говоря, местные жители не услышали активного боя или для того, чтобы не было каких-то действий со стороны региональных властей, как это было в момент захода диверсионных групп в Шебекино или Грайвера. Поэтому, конечно, о каком-то массовом прорыве границы, как сообщали ряд телеграм-каналов, речи не идет. На границе регулярно происходят какие-то боестолкновения, особенно с момента наступления ВСУ в Курской области. Насколько мы понимаем, это больше похоже на какие-то такие стычки в плане разведки боем, то есть прощупывание обороны в Белгородской области. Но, опять же, насколько я знаю, со слов наших источников, которые имеют отношение к строительству оборонительных сооружений в Белгородской области или военных, которые находятся на границе Белгородской области, такие столкновения происходят регулярно. То есть ВСУ, как мы знаем, несколько недель назад, в том числе, заходили на территорию Белгородской области маленькими группами, неизвестно для каких действий. ВСУ проникали на территорию, там, ряда населенных пунктов, о которых массово телеграм-канал не писали. Но все это не... ну, даже рядом не стоит прорывом границы, который произошел там, в Курской области, например, да, там, три недели назад. А то, что сегодня даже губернатор высказался по этому поводу, это что-то из ряда вон? Потому что, кажется, каждый день он не комментирует подобные новости, если бои идут каждый день там. Проблема российского медиаполя, особенно вот этого Z, поля Z-военкоров и различных российских телеграм-каналов низкого качества, таких как Мэш, Шотт и так далее, заключается в том, что информация не перепроверяется. И, собственно, все эти Z-каналы, да, участвуют в такой лавинообразной волне распространения информации, основываясь лишь на том, что, ага, если написала там об этом, там, два, три, четыре, пять телеграм-каналов, значит, это точно так, значит, это можно опубликовать и еще там дописать что-то типа «По данным наших источников там уже там столько-то там уничтожено, идут бои там и так далее». Хотя на самом деле этих источников нет. И в итоге образуется паника, которую, конечно, там официальным властям региональным приходится как-то комментировать. Я вам напомню, что не так давно подобная история была в Курской области с Беловским районом, когда все российские военкоры, включая тех, которые как бы считаются, что относятся к каким-то там пограничным формированиям, да, которые стоят на границе, указывали, что там прорыв чуть ли не на 50, да, там 60 километров в глубь Курской области. А по итогу оказалось, что ничего даже рядом подобного, собственно, не было. Но это просто говорит о качестве источников, о качестве информации, которая распространяется в этих медиа. И, собственно, ну мне кажется, в данной ситуации, когда миллионные телеграм-каналы заявляют о попытках зайти и какие-то сотни, да, там, бойцов выслов на территорию региона, но это как будто адекватная реакция все-таки отреагировать и сказать, что, ну, как минимум нет такого масштабного там прорыва, да, и попыток этого прорыва. То есть то, что заявил губернатор Гладбом. То есть новостной волной понесло, можно сказать. Ну, да, и параллельно с этим это, в принципе, наверное, соответствует действительности, потому что, скорее всего, да, идут бои-столкновения на границе, они регулярны, но я склоняюсь к тому, что на данный момент в Белгородской области ситуация все-таки контролируема, по крайней мере, она не похожа на ту, которая, ну, там, в Курской области, да, происходит. А что можно сказать о настроениях жителей Белгородской области, особенно после того, как случился прорыв ВСУ в Курской области? И, насколько я помню, в первые дни в Курской области был же заход РДК и на территорию Белгородской тоже. Изменились ли как-то настроения жителей? Больше тревожности стало? Может быть, стали больше уезжать или нет? Что известно? Безусловно, люди очень сильно переживают, особенно те жители тех районов, которые граничат с Украиной или граничат с Курской областью вместе, да, там, вместе с этим, с Украиной. Безусловно, там, ну, такие, я не скажу, что панические настроения, но, конечно, люди, война к ним еще более близко, да, подошла, приблизилась. Конечно, это вызывает у людей страх и, ну, абсолютно такую обычную базовую реакцию на приближение боевых действий к твоему дому. Плюс у нас стали, несколько дней назад под обстрел попал поселок Ракитное, где погибло пять человек от обстрелов. И, собственно, и власти это, ну, как бы, артикулируют, да, что, там, те районы, которые считались раньше, можно сказать, там, тыловыми, да, не напрямую граничащими с Украиной, и стали теперь тоже подвергаться обстрелам, атакам дронов и всем, ну, всем прелестям, скажем так, близости к боевым действиям. И, соответственно, у людей это вызывает совершенно понятную реакцию страха. Многие эвакуируются, уезжают к родственникам. Часть людей до сих пор находится в ПВРах, и власти, как бы, объявив эвакуацию в том же Краснояружском районе, куда пытались, там, прорваться, да, подразделения ВСУ в Калатиловке, стали возвращать людей тихо, потому что это буквально отменено, и у людей это тоже вызывает недоумение. Они приезжают, они видят, что вроде всё стабильно, вроде там, да, на улице солдат ВСУ не видно, вроде можно как-то жить, но параллельно с этим, конечно, и обстрелы, и, кстати говоря, вот подобные заявления российских, там, телеграм-каналов, Z-телеграм-каналов, вызывают как раз-таки у людей очень сильное, панические уже, можно сказать, настроения, потому что, ну, простите, там, та же Нехотеевка, это Белгородский район, от неё, там, 30 километров до города Белгород, и, конечно, подобные заявления вызывают и панические настроения, и очень широкое обсуждение в обществе, поэтому, собственно, губернатор Белгородской области был вынужден комментировать как-то вот эти вот фейки в телеграм-каналах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова